Утро выдалось недобрым. За день до открытия ледовые скульптуры в сказочном городке начали стремительно таять. Чтобы хоть как-то спасти фигуры, их укрывают по типу термоса. Но и это не спасает. Уже за день твердый лед стал мягким. Швы начинают расползаться, тает. Но я думаю, оно все же продержится. Главное ледяное царство Казани должны открыть уже завтра. А вот в Муслюмове сохранить целый батальон снеговиков хотят хотя бы до Нового года. Местный скульптор создал свой мини-городок у дома. Но Чебурашка, Дракон и Солнце уже плачут от зимней несправедливости. Перед зимними капризами не устоял и свежеоткрытый каток на Черном озере. Еще вчера в это время здесь была масса народа, а сегодня он огорожен цепью. Еще вчера самой оптимальной обувью здесь были коньки, а сегодня, похоже, уже сапоги. С утра человек 15, наверное. Но все приходят, интересуются, почему закрыт каток. Все хотят кататься, а не получается. Погода прокатилась с катками и здесь уже смирились с оттоком клиентов. Понимают, все временно лучше переждать пару дней тепла, чем тратить месяцы на ремонт льда. Мягкий. И получается, когда люди выходят на лед, он трескается и портится. Если на улице все же похолодает, каток откроют послезавтра, ведь по плану организаторов он должен был стать местом паломничества в новогоднюю ночь. Но температурный плюс пока работает в минус. Рамин Чайдулина, Мерзалюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова